всем привет меня зовут алена и в одном из прошлых видео я вам показывала как я делала пионы из гофрированной бумаги сегодня же я хочу собрать вместе с вами цветочную композицию поэтому если вам интересно оставайтесь со мной для своей работы я буду делать еще одни цветы что-то наподобие фразе она будет желтого цвета беру кусочек бумаги по ширине она может быть совершенно разная чуть больше чуть меньше полтора сантиметра и в высоту три три с половиной и вырезаю форму лепестков после чего я их растягиваю кстати чем больше ваши лепестки будут тем больше цветочек чем меньше лепестки тем конечно же цветочек меньше сама проволока я использую флористическую тонкую проволоку можно использовать совершенно любую проволоку и мне понадобится еще тычинки я когда-то красила тычинки на нитке и сейчас их разрываю и буду присоединять также понадобится для обмотки тейп лента можно использовать не обязательно ее можно использовать ту же самую бумагу только ее растянуть тычинки тоже у меня маленькие но могут совершенно разные если вы не делаете идеально реалистичные цветы беру кусочек проволоки и для одного цветочка мне понадобится две тычинки и того сгибаем на две части получается их 4 проволокой просто снизу закрепляю но и капаю небольшую капельку клея снизу чтобы между собой склеить термоклей горячий нужно быть очень осторожным тычинки готовы и начинаем приклеивать сами лепестки вокруг тычинок я приклеиваю по три лепестка первым рядом и три лепестка вторым а после чего цветочек просто выгибаем и растягиваем если это необходимо мы после приклеивания лепестков можно затейпировать ножку но делаю это не полностью только сверху большой цветочек готов еще понадобится несколько маленьких бутонов делая их из одного-двух лепестков просто сгибаю проволоку и сверху приклеиваю лепесток сверху можно подрезать свой бутон сделать его меньше по размеру ну и конечно же сначала у нас будут на веточке самые маленькие бутоны а затем я добавляю один-два лепестка чтобы были такие полу раскрытые цветочки точно так же ты первую ножку и начинаю собирать начиная с самых маленьких бутонов как я сказала и заканчивая большими цветами тут я кстати не смотрела точное количество цветов бутонов на реалистичной фрезе я просто делал что-то приблизительно и по ходу работы я даже сделал три разных веточки чтобы они не были сильно одинаковым и подкрасить также можно и масляной пастелью края сгибаем и вот что у меня получилось сегодня в работе я как ска буду использовать сами пионы и вот эти маленькие цветочки также буду использовать клетку которую я покупала в магазине fix price еще в прошлом году и она у меня очень долго лежала для того чтобы вставлять свои цветы я взяла кусочек пенопласта обклеила его мешковины и по краям заполнила кокосовым волокном можно использовать сезаль а можно просто из чего-нибудь другого сделать основу снизу я слегка закрепляю проволокой чтобы моя основа не поднималась вверх но после этого можно формировать свою композицию просто вставляя цветы в том порядке как нравится и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Когда я вставила все свои большие цветы, я начинаю добавлять маленькую искусственную зелень. Это у меня искусственные пластиковые какие-то веточки и листики. Любую зелень. Также можно сделать и из бумаги. Субтитры сделал DimaTorzok Также добавляю еще и листья из гофрированной бумаги. Они всегда красиво смотрятся в таких работах. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и по окончанию тем же самым кокосовым волокном я закрываю места, где есть клей. Чтобы с изнаночной стороны тоже все было красиво и аккуратно. И на этом все. Моя композиция готова. Ну а на этом все. Мы увидимся с вами уже в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok